А мы продолжаем и продолжаем рассматривать метрики для несбалансированных выборок. А в реальной жизни у нас, как правило, они несбалансированы. И у нас получается, есть метрика Precision Recall, если говорить на русском, это точность и охват. Есть метрика F1 Score, которая объединяет две эти метрики, то есть Precision Recall, в какую-то единую метрику. И есть Confusion Matrix, матрица ошибок, очень наглядное представление того, где модель права, а где не права. Кстати, многие дата-стантисты по Confusion Matrix очень любят оценивать модель. Итак, давайте рассмотрим, что такое матрица ошибок. Ну что ж, что у нас есть? У нас есть самый левый, например, где много текста. По горизонтали у нас идут реальность, то есть реальные значения, а по вертикали у нас идет прогноз. Ну и получается у нас идет четыре ячейки, два на два. То есть это уже пересечение реальности и прогноза модели. Собственно, они расположены следующим образом. Верхний, левый, сфору позитив, ну и так далее. То есть я не буду все просто перечитывать. Давайте разберем сразу же пример справа, чтобы не быть многословным, а быть более понятным. Значит, смотрите, верхний, левый, то есть верхняя левая ячейка, где доктор говорит беременной женщине, что она беременна. То есть это true positive. То есть предсказание правильное и по факту тоже так. Рассмотрим теперь нижний правильный пример, который тоже правильный, то есть где доктор мужчине говорит, что он не беременен, но как биологически мужчины не могут забеременеть. И это тоже правильно, то есть это как бы true negative, истинно отрицательное решение. А вот то, что у нас по диагонали, где мы видим, что доктор говорит, что беременная женщина не беременна, то есть это ложно-отрицательное. То есть модель нам говорит, что это отрицательно, но это ложное. В то же время, когда доктор говорит мужчине, что он беременен, это ложно-положительно. То есть модель сказала, что это положительный будет результат, но он тоже неправильный, он ложный. Собственно, посерединке пример, как это выглядит. True positive, false positive, false negative, true negative. Да, сейчас это может быть немного непонятно, запутанно, но я думаю, в процессе лекции вы разберетесь, ну и более привыкнете к этой матрице. На самом деле даже я честненько путаюсь, мне нужно какое-то время, чтобы остановиться, вспомнить, сфокусироваться и уже потом различать, в какой чеке, что есть. Итак, сразу же давайте прыгать в пример. Например, разберем предыдущий, где выборка из тысячи наблюдений, из которых 900 клиентов остаются, а 1100 точнее уходит в отток. И модель говорит, что все тысячи останутся. То есть наш confusion matrix будет выглядеть следующим образом. Вся тысяча клиентов расположится в верхних двух ячейках. То есть модель делает прогноз, что это все получаются положительные результаты. Но по факту мы знаем, что 900 из них это истинно будут положительные, а 100 будут ложные. Положительные получается true positive 900, false positive 100. Давайте сразу же рассмотрим другой пример, где модель не говорит, что все клиенты останутся. Модель говорит, что 950 из них останутся, а 50 уйдут. И confusion matrix уже может выглядеть следующим образом. То есть в верхних двух ячейках у нас получается 950 клиентов, но из них 895 реально останутся, а 55 из них уйдут по факту. То есть модель вот в этих 55, она ошиблась. Но зато у нас расположилось в нижних двух ячейках 50 тоже клиентов. Это прогноз, то есть модель говорит, что 50 клиентов уйдут. И мы видим, что из 50 из 45 реально уйдут, а 5 останутся. То есть здесь уже confusion matrix, он уже такой более интересный. И вы можете видеть, что по этой confusion matrix вы сразу можете понимать, как ваша модель ошибается, насколько она точна, потом где она уточна. Потому что в зависимости от того, как тюнет модельку, она может, например, больше делать фокус на true positive, либо на true negative. Хорошо. Идем дальше. Ладно, с confusion matrix мы разобрались. У нас есть целых 4 ячейки, 4 значения. И желательно бы эти 4 значения как-то упаковывать в какое-то одно число, потому что все сводится к тому, чтобы все свести в одно число. И потом эти числа можно было сравнивать, ранжировать и так далее. Ну что ж. Precision. Точность. Но это не та точность, которую мы разбирали в первой лекции. Это немножко другая точность. То есть Precision говорит о том, что наше целевое событие, то есть из того, что модель, получается, предсказала, то есть верхние 2 ячейки, сколько из того, что модель предсказала положительно, является реально положительным. То есть по сути говоря, true positive делить на все positive. И на true positive, и на false positive. А та точность, которую мы разбирали до этого, она на английском называется accuracy, и у нее формула вот такая. То есть она смотрит вообще в общем все правильные значения, то есть и true positive, и true negative, деленное на всю выборку. То есть она учитывает как и момент, как и истинно положительные и истинно отрицательные значения. А Precision учитывает только истинно положительные значения. Что ж, давайте это рассматривать сразу же на примере. И сразу же будем рассматривать оба примера. То есть в первом случае у нас Precision равен 0.9, а в втором случае Precision равен 0.942, то есть 94.2%, а в первом примере 90%. То есть мы уже видим, что если модель все-таки как-то научится более-менее сегментировать клиентов и не говорит, что все останутся, то Precision может вырасти. В данном случае он вырос на целых 4.2%. Хорошо, у нас есть Precision, это насколько точно мы прогнозируем наше целевое событие. А есть еще другая, не менее важная метрика, это охват на английском Recall. Recall говорит о том, что сколько из всех положительных наблюдений мы можем найти. То есть формула выглядит следующим образом, меняется только один параметр, то есть True Positive делить на True Positive плюс False Negative. То есть получается, вот реальность у нас вот такова, что мы берем две ячейки, то есть мы берем все те, которые у нас реально положительные значения, и смотрим, сколько из всех положительных значений наша моделька может найти. Давайте сразу же рассмотрим наши два примера. И здесь мы что видим? Здесь мы видим следующее, что в первом случае, поскольку модель говорит, что все клиенты останутся, у нас получается Recall равен 1, то есть мы находим 100% всех клиентов. А во втором случае у нас Recall равен меньше, то есть мы из 900 клиентов, которые останутся, мы находим только 895, то есть 5 клиентов у нас, то есть мы их не определим, что они останутся. Ну и получается у нас Recall равен 895 делить на 900, то есть он равен 99,4%. То есть по охвату, по охвату, вторая модель уступает первой. А если мы вспомним по Precision, по точности, то есть вторая модель, она лучше первой. И теперь, ну казалось бы, ага, то есть в одном случае одна модель лучше для Precision, да, метрики, для Recall вторая модель лучше, а как-то можно вот это все скомбинировать, да, и как-то в одну метрику объединить. И вот для этого есть F1 score. То есть формула F1 score следующая. 2 умножить на Precision и Recall делить на сумму Precision и Recall. И сразу же наш пример, сразу же смотрим Precision и Recall и видим, что в первом случае F1 score равен 94,7%, а во втором случае F1 score равен 96,7%. То есть, несмотря на то, что охват первой модели находит 100%, но F1 score все-таки Precision перевешивает, ну, в каком-то смысле, и F1 score у нас на 2% лучше. То есть, по сути говоря, по совокупности, F1 score, то есть вторая модель по F1 score, она лучше, чем первая. Но тут и имеет смысл сказать вот такую вещь, что на самом деле бизнесово вы можете играться с этими вещами. Например, что вам важно бизнесово находить всех, скажем, клиентов, которые останутся, или находить их более точно. Например, в медицине важно ставить диагноз, ну, даже если мы неправильно ставим, потому что потом будет все-таки смотреть человек, и для нас будет крайне негативно, если мы кого-то пропустим. То есть, условно говоря, у человека есть какое-то реальное заболевание, а там, наверное, какая-то нейронная сеть, наша какая-то моделька, она сказала, что этот человек здоров, он как бы домой ушел, думая, что все в порядке, а по факту не в порядке. То есть, нам лучше здоровому человеку сказать, что он вроде как болен, потому что потом он сдал дополнительные анализы, потом его посмотрит врач, ну, и в итоге все равно выяснится, что он не болен. Чем, ну, кому-то сказать, что он не болен, отпустить его домой, потому что, ну, если он не болен, то врач смотреть не будет. И для человека это, ну, я думаю, не очень хорошо закончится. А в то же время в каких-то бизнесовых задачах нам важнее не охват, нам важнее точность. Ну, не знаю, может быть, если мы даем какую-то большую скидку, нам лучше эту большую скидку давать реально тем, кому она нужна, чем, ну, скажем, всем, да, просто. Вот, поэтому это тоже бизнесовая вещь, и на самом деле дата-сантисты умеют настраивать модель, чтобы она, например, больше смотрела в охват, либо больше смотрела в Precision, либо только в Precision и только в Recall. Если вы поставите правильную задачу дата-сантисту, они это там, ребята, разберутся. И в то же время для вас будет удобно, то есть, понимая, например, когда вам дата-сантист говорит, вот, F1-score этой модели больше, чем F1-score, там, первой модели, вы уже будете понимать, а, а, вот такие вещи, да, а какой Precision и Recall. То есть, они вам могут еще показать Precision и Recall, показать там Confusion Matrix. Вы посмотрите на Confusion Matrix, сразу же поймете, вам это подходит или не подходит бизнесово, сможете, в случае, если не подходит, обсудить что-то. Ну, суть в том, что вы сильно, во-первых, облегчите и себе жизнь, и качество работы, и сильно облегчите жизнь дата-сантистам, во-первых, ну, просто научившись говорить на их языке, особенно в кейсе Precision и Recall. Это, на самом деле, очень популярная метрика, очень часто используется, потому что, ну, как вы видите, она очень простая, как и для бизнеса, если он, конечно, не разобрался, так и для дата-сантистов.